Какая неожиданность? Мы предупреждали, чем кончаются честные свободные выборы в тех странах, где не проведены люстрации и где не утверждены в законодательстве принципы светского государства. Вы знаете, религия хороша вовремя и к месту. Религия – это личное дело каждого. Но церковь, любая церковь, любой конфессии, любого направления, любого профиля должна быть отделена от государства. Потому что если она не отделена от государства, речь идет уже не о религии, а о тоталитарном устройстве общества, о насилии, о том, что это будет обязательно для всех, и обязательно будут урезаны права и свободы тех или иных национальных меньшинств, религиозных меньшинств, сексуальных меньшинств и такого меньшинства идеологического, как люди с нормальным западным сознанием, выращенные на пакте о гражданских и политических правах и декларации прав человека. Чему мы удивляемся? Вы забыли, с чего начиналась вся эта алжирская история? Начиналась она с того, что мудрый Деголь, великий государственный деятель, по-настоящему великий, даже не из любви к алжирской свободе, а разобравшись, что там происходит, и насколько неудобно иметь своими соотечественниками фанатиков, обрубил эту гандаринозную конечность, освободив от нее Францию, за что либерально настроенные французы до сих пор ему благодарны. И ведь что началось потом? В Алжире была настолько страшная ситуация, что там они ни здание свободы, ни статую свободы стали воздвигать. Чем они занялись? Для начала они всех французов выгнали. Деголю пришлось забирать с собой всю европейскую культуру, всех черноногих, так называемых, то есть коренных жителей Алжира, французов, эвакуировать. И платить им, кстати, компенсацию из государственного бюджета. Вы представляете, что творилось в стране, если там не мог остаться европеец, который родился в этом Алжире, работал для этого Алжира, ничего плохого никому не делал. Ну вот они побаловались теологией, то есть фанатизмом. Потом был второй сеанс лет 20 назад. Вы вспомните, когда эти террористы на свободных и честных выборах оказались у власти. Пришлось военным своими силами их свергать, уже абсолютно нелегитимно. А что было делать? Второй Иран создавать? И вот сейчас эта зараза, она сохранилась в Алжире, потому что местная интеллигенция, видимо, боролась не с ней, а с европейским влиянием. И все это обратилось в Мали. И там та же дилемма. Под флагом национальной независимости пытаются утвердить теократию. Смотрите, во что превратились все так называемые южные революции. Там то ли жасминовые, то ли апельсиновые. В Тунисе уже слезы. Молодые люди, образованные, по-европейски образованные, с компьютерами в руках устроили флешмоб, пришли на площадь и стали ствергать тиранию. Так дальше провели честные свободные выборы. В результате честных и свободных выборов получили исламистов. В Египте еще того чище. Получили того, кого теперь фурналисты называют фараоном. Да еще и шариат. Простите, если в какой-то стране шариат существует как государственная концепция, а не как частный выбор для индивидуума, то это тоталитарное государство. И ровно по той же схеме, просто этого не помнит нынешнее поколение, и даже предыдущее, когда-то произошла революция в Иране. Тоже все объединились, левые, правые, проевропейски настроенные молодежь. Все хотели бороться с шарским режимом, потому что он мало свободы давал. Ну и получили, получили чудовищное тоталитарное государство, где ничего нельзя, ни музыку слушать, ни в нормальных платьях ходить. Получили тяжелейший гнет, вас просто арестуют на улице, если вы выйдете туда без хиджаба, дальше уже идти некуда. Лучше бы шаха не трогали. И то же самое, хорошо, что Россия не настолько пассионарна, чтобы это устроить немедленно, но то же самое когда-то получили мы, только в вялотекущей форме. Не было случая, чтобы слияние абсолютно несопоставимых идеологически людей, то есть тех, кто желает свободу с теми, кто хочет задавить чужую свободу, только лично у власти оказавшись. То есть они свободны, хотя другие власти. Не было случая, чтобы из этого вышло какое-то приличное государство. То есть Египет стремительно из туристического рая становится вторым Ираном. А мы в 1917 году наступили на те же грабли. Тоже все выступали против кровавого царского режима, забыв, что главный их враг – это эздеки и эсеры, которые из Думы устроили, я даже не знаю, как назвать Первую и Вторую Думу. Недаром ее все время распускали, потому что работать там было невозможно. Смольный, штаб подготовки восстания. И вот, наконец, получили все, что надо. Гражданскую войну, ГУЛАГ, Большой террор. Между прочим, нынешняя оппозиция вам ничего другого и не обещает. Когда я слышу обещание, что сначала надо свалить Путина, а потом мы разберемся, мне становится страшно. Потому что один раз уже разбирались в 1917 году. И сейчас будет то же самое. Я вам это сейчас докажу. Да, у нас есть честные хомяки, гражданские активисты, которые с негодованием выступили против закона подлецов. Против тех, кто сделал знамя из несчастного Димы Яковлева. И на этом основании предоставляет российским сироткам, больным особенно, право сгрить просто в российских детдомах, не получив ни образования, ни нормальной человеческой жизни. Часто вообще жизни не получив. Вот американцы усыновили одного Дауна почти. Не успели, попали под этот закон. Больные с синдромом Дауна в Штатах окончают университет и учатся в обычных школах. А у нас их не обучают вообще. Они считаются необучаемыми. Ну вот много будет радости для этого несчастного ребенка, которого почти уже эвакуировали, почти уже спасли из огня. Теперь, согласно доктрине нашего омбудсмена Астахова, который, по-моему, другую должность должен претендовать, не на защитника прав ребенка, а на истребителя младенцев, на роль царя Ирна, это те в Москве, которые ходили и возражали. Правда, к ним примазались и коммунисты заодно с Левым фронтом, хотя сто процентов, что это не их концепция. Лимонов прямо сказал, у Дальцов похитрее. Для того, чтобы иметь возможность выйти на большую акцию, он даже сделал вид, что возражает. Хотя, верить ему я не советую. Ну вот смотрите, а что население думает? Три четверти населения, по данным Левада-центра, Путина поддерживают. То есть, если Мариана Максимовская приводит эти цифры, то они не подделаны. К сожалению, это так. Вот на эти три четверти и опирается Путин. Причем эти три четверти лично ничего не хотят делать для сирот. Они не собираются их усыновлять. Они просто хотят, чтобы их не взяли американцы. И так везде. И учтите, эти люди пойдут на выборы. И как вы считаете, если их не подготовить к этому, если не провести иллюстрации, что фашисты у нас и коммунисты вообще на выборы не ходят, поскольку нечеловеческие концепции должны быть хотя бы там запрещены, как вы думаете, за кого народ проголосует? В Египте не было бы этой трагедии, если бы они закрепили в Конституции то, что государство обязательно остается светским. Тогда исламисты были бы над ними невластны. Это был бы такой же неформальный кружок, как кружок, скажем, сторонников концепции инопланетян, что, мол, они помогли построить пирамиды и дали египетским жрецам разные знания. И это еще только начало. Этот процесс будет развиваться. И тот, кто пытается начать с выборов, а не с просвещения, он всегда получит этот результат. Продолжение следует...